И первый вопрос у меня поступил вот такой. Ребенку 4 года, он с большим трудом делится игрушками, как ему помочь? Ребенку 4 года, он с большим трудом делится, как ему помочь? Дело в том, что когда ребенку 4 года, и он с трудом делится игрушками, это может быть, конечно же, по ряду причин, и по совокупности причин, или по одной причине, мы с вами знать не можем. Хотелось бы с вами сейчас поделиться такой информацией, которая вам поможет, что называется, к этому правильно отнестись. Значит, во-первых, не совсем понятно, почему делиться игрушками нужно с другими детьми. То есть, что здесь, что вот на этом этапе? Это желание родителя, это желание как-то привести его к какому-то общему знаменателю касательно своего опыта, или это какая-то родительская детская установка, что все должны делиться, делиться это правильно, делиться это хорошо. В этом месте, конечно, не очень понятно, почему вообще возникает такой вопрос. Если двигаться дальше, то стоит предположить, что, видимо, это какая-то острая история, вот, а может быть, на фоне того, что ребенок не мог поделиться игрушками, либо не хотел, возникло какое-то, возможно, для мамы или для папы, ну, вопрос задает мама, для мамы возникло какое-то неудобное, так сказать, положение, при котором она почувствовала себя как-то неуютно, неловко, когда ребенок игрушками не поделился. И в связи с этим, наверное, ей хотелось бы как-то сделать так, чтобы ребенок мог делиться. Ну, во-первых, действительно ребенок может не хотеть делиться по той причине, что ему важна игрушка, и он взял ее в руки первый раз, он ее хочет поизучать, он ее хочет потестировать, что называется, и абсолютно не готов просто так ее взять и отдать. Это раз. Второе. Если рядом находятся взрослые, то, конечно, сдача взрослого, рядом находящегося, показать, что тестирование новой игрушки, выяснение ее возможностей, функций, так сказать, может происходить в команде. И тогда второй человек, который присутствует, да, другой ребенок, может предложить какие-то интересные варианты пробы и тестирования этой игрушки. Варианты эти можно предлагать по очереди, и это интересно. Взрослый, в свою очередь, должен, конечно же, одобрять действия и своего ребенка, и того второго, возможно, предлагать что-то свое. И таким образом мы демонстрируем ребенку интересную историю, связанную с тем, что ты взял новую игрушку, тебе хочется, конечно же, самому, но ты впустил другого и превратил эту совместную работу с другим в интересную и качественную. И это действительно стало как-то по-другому и стало как-то ценно. Вот если это родитель готов показать, который находится рядом, и если он задумался, что да, у моего ребенка есть такая проблема, он не делится игрушками, и у меня или у него, у ребенка из-за этого проблемы, то можно попробовать его обучить такому, так сказать, положению. Естественно, сам родитель тоже должен демонстрировать щедрость и способность делиться. Это, конечно, тоже важно. То есть есть такая проблема есть, ей стоит заняться вот примерно таким вот образом. И дальше, когда вы начнете этим заниматься, возможно, вы заметите, что у вас тоже есть какая-то интересная история, о которой я сейчас не сказал, которая возникла по пути этому, который я вам предложил, в том виде, в котором я вам предложил, и вам даже захочется этим поделиться с другими, что вот я начал с того, что мне посоветовали, а потом выяснил и вот это, и вот это, и вот это. Это очень интересно. Поэтому я бы вам рекомендовал попробовать и начать именно так, как я примерно сказал. Потому что просто так, вот просто ребенок, вот он родился, и вот он там просто начал делиться, ну, должна быть какая-то причина. Мы же тоже с вами, взрослые люди, не делаем все просто так. Ребенок еще не очень понимает, что такое, что эгоизм это плохо, например, да. Он наоборот считает, что это хорошо, а некоторые взрослые наоборот страдают тем, что эгоизм это хорошо, жаль, я не могу его проявлять. И часто чего-то лишаюсь, потому что считаю, что кому-то нужнее. Поэтому всегда, как обычно, мы возвращаемся к тому, что нужна золотая середина. И как раз золотая середина здесь вот в этом и заключается. С одной стороны, мы хотим обучить ребенка, чтобы он получал радость от взаимодействия с другим, когда он что-то новое взял, да, или чем-то он занимается. С другой стороны, мы с вами должны понимать, что мы не должны перегнуть палку. То есть мы можем по-родительски надавить на ребенка, сказать ему, ах ты зараза такая, делись я тебе сказал, делись я тебе говорю, быстро делись, вот надо делиться, все делятся и ты делись. Если мы так сделаем и на ребенка начнем вот так вот давить, вот так его будем прессинговать, то, конечно, он может в какой-то момент сломиться под нашим напором, и он начнет делиться, и мы добьемся своей цели. Но другой вопрос, какой ценой? Ценой того, что мы сломали собственного ребенка. А зачем это и кому нужно? И мы, конечно же, в этот момент поставили очень некрасивый, так сказать, ну, маркер такой ребенку поставили, да, что если кто-то взрослый, если кто-то старше тебя захочет на тебя, так сказать, надавить и начнет давить, то мы тебя, ну, скажем так, с детства, да, обучили тому, чтобы ты прогибался в этот момент, а не пытался отстоять свое. Поэтому есть и положительная сторона в том, что ребенок не хочет делиться. И я вот так много об этом говорю, потому что у этого явления есть много сторон. И я попытался, ну, те, которые вот сейчас вот на поверхности для меня лежат, вам сказать, надеюсь, вам это поможет, чтобы поразмышлять, и, конечно же, сделать свои выводы, и, конечно же, сделать все, что я вам насоветовал, именно так, как доступно это вам, а не прямо слово в слово так, как сказал я.